Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ в студии Екатерина Алексеева. Самар снова лидер по количеству новых случаев коронавируса. Всего в регионе за сутки новая инфекция выявлена у 110 человек. 59 из них в областной столице. Такие сведения озвучили в оперштабе. Кроме того, коронавирус выявили в Тольятти. Там 11 новых пациентов. В Новакуйбышевске 6, в Сызрине и Похвестневском районе по 4. В Кенелей, Безенчугском районе и Большеглушицком районах по 3. В Отрадном, Кенельском, Приволжском и Шигунском районах по 2. В Октябрьске, Чапаевске, Волжском, Красноярском, Нефтегорском, Сергиевском, Ставропольском, Сызранском и Хворостянском районах по 1. 32 зараженных выявили при обследовании кругоконтактных с ранее заболевшими, в том числе 19 в Самаре. 14 человек узнали о диагнозе при профилактическом осмотре. У них не было никаких проявлений вируса. Еще 64 пациента с ковид нашли среди больных ОРВИ и пневмонии. Получается, что всего в Самарской области с начала пандемии выявили 11 772 случаи коронавируса. 80% из них полностью выздоровели. Увы, но вновь увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с новой инфекцией до 191 человека. Это только в нашем регионе. Жертвами коронавируса стали еще три наших земляка. Это женщины 65 и 83 лет. Обе страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также умер мужчина 83 лет, у которого было заболевание сердечно-сосудистой системы. В регионе продолжается прививочная кампания. Особенностью этого эпидемического сезона – одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции. Это повышает риски для здоровья населения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируют сделать прививки не менее 60% населения. В группах рисков – порядка 70%. Особое внимание детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, а также жителям старше 60 лет. Оптимальным временем проведения прививки против гриппа считается период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. В этом году у нас прививка российского производства – сови-грипп. Трехвалентная, то есть она против трех штаммов вируса гриппа, который ожидается в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 года. Первый иммунитет развивается через две недели начальные. Хороший стойкий иммунитет развивается через полтора-два месяца. Поэтому самое время привиться сейчас, пока хорошая погода, пока еще не так много простонных заболеваний, чтобы уже к пику подъема заболеваемости эти люди имели иммунитет. В следующем году в России увеличится размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты вырастет до уровня прожиточного минимума. Однако в каждом регионе его увеличено разное. Стоит отметить, что на повышение выплаты смогут претендовать только те семьи, в которых среднедушевой доход после получения половины прожиточного минимума на ребенка, что практикуется сейчас, не достигает уровня полного прожиточного минимума. В регионе хотят увеличить тариф на капремонт. Планируется установить на следующий год минимальный размер взноса в размере 6 рублей 63 копеек за один квадратный метр для жителей домов высотой до пяти этажей включительно. И 7 рублей 62 копеек за один квадратный метр для жителей домов свыше пяти этажей следует из документа. Индексацию тарифа власти уже проводили четыре раза. Сейчас он составляет 6 рублей 28 копеек за один квадратный метр для жителей домов высотой до пяти этажей включительно. И 7 рублей 22 копейки за один квадратный метр для жителей домов свыше пяти этажей. Неприятный запах в подъезде и проваливающийся асфальт во дворе. С такими проблемами столкнулись жители 113 дома по улице Максима Горького. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Несколько недель назад асфальт во дворе начал проваливаться. И с каждым днём, говорят жители, дыра становится всё больше. Люди опасаются, что в какой-то момент под землю могут уйти припаркованные автомобили и не только. Кроме того, в подъезде стал скапливаться неприятный запах. Жители уверены, трубы, что проходят под землёй, срочно нуждаются в ремонте. Иначе нечистоты могут хлынуть прямо в их подвал. В СКС всего две дежурных команды и сказали, что у них очень много работы. И они не знают, когда до нас доедут. Но мы с ужасом думаем, что осень будет, ливни, дожди. Это всё промоется. И у нас здесь, у подъездов, будет озеро из нечистот. Люди очень надеются, что проблему коммунальщики устранят до наступления серьёзных последствий. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Приговор для судебного пристава, изъятие наркотиков у жительницы Тольятти и ДТП с пострадавшими в Кенельском районе. Обо всём по порядку в обзоре происшествий. Два человека пострадали в результате ДТП в Кенельском районе. Авария произошла около часа дня 29 сентября на 16-м километре автодороги Кенель-Борская. По данным ГИБДД, 33-летний водитель грузовика не справился с управлением, и машина протаранила стоящую впереди легковушку, которая поворачивала налево. В результате аварии её водитель и пассажир получили травмы. Медицинскую помощь им оказали на месте. До 20 лет лишения свободы грозит 18-летняя жительница Тольятти. Её подозревают в незаконном обороте наркотиков. Девушку задержали на одной из улиц в центральном районе города. В ходе личного досмотра у неё изъяли 14 свёртков с порошкообразным веществом. Как позже установила экспертиза, это был синтетический наркотик. Подозреваемая задержана. Один год условно. В Самаре вынесли приговор бывшему начальнику межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов Елене Дедовой. Она признана виновной по статье «Служебный подлог». Следствием и судом установлено, что в 2017 году женщина, желая улучшить статистические показатели результативности своей работы и работы, вверенной ей структурному подразделению, внесла заведомо ложные сведения в 18,5 тысяч исполнительных производств о поступлении денежных средств в счёт оплаты долга по исполнительным производствам без наличия законных на то оснований. Сумма долга по указанным исполнительным производствам составила более 15 миллионов рублей. Православные верующие в этот день чтят память святых веры, надежды, любови и матери их Софии. В честь этой даты в храме имени святых мучениц прошёл престольный праздник. Торжественное богослужение провёл митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Все подробности далее. Вера, надежда, любовь и София. Практически в каждой семье есть обладательницы этих имён. По традиции 30 сентября они празднуют именины. Впрочем, сама история праздника грустная. Очень светлый, красивый праздник, грустный. То есть они в этот день были казнены мученически. Но они дают нам, как их зовут, такую надежду, веру и любовь они нам отдают. Маленькие девочки, кстати, 12, 9 и 6 лет. Это страшно. Учимся у них, чтим их светлую память. По преданию, в втором веке в Риме жила вдова София и воспитывала троих дочерей. Сама она была христианкой и детей своих назвала в честь главных христианских добродетелей. Будучи верующей, София приняла крещение и дочерей воспитала в любви к Богу, что в те времена было весьма опасно. Христианская вера была под запретом. Император пытался уговорить мать и дочерей принять язычество, но получил отказ. Сёстры и их мама приняли мученическую смерть, но не отреклись от своей веры. Имена святых веры, надежды, любови матери и Софии – это сущность нашей православной веры. Вера, которая даёт силы, надежды, любовь на милость Божьей, что при всех жизненных обстоятельствах, отступлениях и, может быть, падения, Господь всегда дарит силу и протянет свою помощь. Любовь – это самое важное в жизни. Когда человек утверждает цене, он хочет обнять весь мир. Торжественное богослужение провели в храме имени святых мучениц среди прихожан немалых детей. Господь Иисус Христос, в Которую мы веруем, Он сказал – не препятствуйте детям приходить ко мне. И если я сама верую, что вера моя спасительна, что Господь мой Бог, что Он всё создал и всё восстановит, тогда я и детей должна туда же везти. В этот день принято поздравлять девушек, чьи имена – вера, надежда, любовь и София. С Днём Ангела! Александр Семёнов, Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. 300 баллончиков краски и неделя времени. В Самаре на фасаде одного из домов на улице Новосадовая появился новый мурал. Его создавали в рамках фестиваля «Форм-арт». Автором рисунка стала жительница Самары Оксана Гладкова. Павел Баймаков продолжит. Медицинская маска, перчатки, пробирка с вакциной и девушка, вздохнувшая полной грудью, как символ победы над коронавирусной инфекцией. Именно вкладу людей в борьбу с COVID-19 и жизни в постковидную эпоху в этом году посвящен фестиваль «Форм-арт». Всего в региональном этапе приняли участие 19 работ художников Самарской области. По мнению конкурсной комиссии, в состав которой вошли врачи, архитекторы и не только, этот рисунок признан лучшим. Автором рисунка стала Оксана Гладкова. Над созданием девушка вместе с командой художников трудились около недели. Осталось нанести последние штрихи. Совсем скоро рисунок станет полным. Тем временем произведение искусства уже оценили жители областной столицы. «Очень красиво, эстетично и радует глаз. И непростые наши серые будни, такая картина просто поднимает настроение. Я бы очень был бы рад, если все дома были так разукрашены». Теперь «Мурал» примет участие в финале фестиваля. Лучшую работу в ПФО определит голосование жителей. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Ожидается похолодание. В регионе похолодает до минус 1 градуса. Днем 1, 2 и 3 октября температура воздуха составит 16-21 градус со знаком «плюс». Ночью ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов. Впрочем, местами может быть и плюс 9 градусов, рассказали синоптики. По прогнозам, в эти дни будет солнечно. Ветер восточный и северо-восточный 3,8 метра в секунду. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его гамеры приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...